Привет! Меня зовут Анна Блок, и сегодня мы рассмотрим инструмент сборки Vue, React, Svelte, и называется он WIT. WIT — это самостоятельный инструмент сборки, созданный в NMU. Да, тот самый, что создал JavaScript Framework Vue. У него есть официальный сайт-документация, который вы видите сейчас на экране, и страничка на GitHub. WIT, по-простому говоря, это альтернатива Vue CLI. Он не использует Webpack и вместо этого использует однофайловые компоненты без шага сборки бандлов. Импорты запрашиваются браузером как нативные модули S. И DevServer перехватывает запросы к файлам Vue и компилирует их на лету. Ведь не зря с французского WIT переводится как «быстро». Обратите внимание, что еще год назад WIT считался экспериментальным решением, но 17 февраля этого года была анонсирована версия 2.0. Об этом было сообщено на официальном Twitter-аккаунте, и почитать об этом подробнее можно на страничке сайта dev.tu. Например, в самом начале говорится о том, что WIT 2.0 был переработан с нуля и теперь полностью независим от фреймворка Vue. Потому что первоначальная идея VIT зародилась как хакерский прототип, который обслуживает однофайловые компоненты Vue. А теперь давайте сравним скорость установки VIT относительно Vue CLI. И попробуем понять, действительно ли новый инструмент сборки быстрее. И специально для этого видео я разделила экран на две части. На двух экранах этих браузеров отображена документация Vue 3. Однако в левой части у нас хранится описание установки Vue CLI, а во второй части экрана – VIT. Итак, давайте я начну с Vue CLI. И для того, чтобы нам установить проект, нам прежде всего стоит обратиться к документации Vue CLI. Поэтому переходим на страничку, Get Start нажимаем, и нам необходимо перейти во вкладку Installation. И первое, что нам необходимо сделать, если ранее у вас вообще не было Vue CLI, то вам нужно установить это на свой компьютер. А это значит, что я в подготовленную папку сейчас открываю терминал и ввожу эту команду, которую я сейчас скопировала. Дожидаемся загрузки. Это займет некоторое время. Я специально не буду никак останавливать таймер. Пусть играет тогда на фоне какая-нибудь музыка, пока у нас идет установка. Итак, загрузка завершена. Теперь нам необходимо запустить наш проект. Я копирую начало этой команды. И давайте напишем название нашего проекта. Например, так и назовем его как Vue CLI. Для того, чтобы нам потом все это отличать. Итак, у нас идет загрузка. И после этого у нас появляются варианты для установки. Либо мы используем Vue 2, Vue 3, но в принципе сейчас это не играет никакой роли, поэтому давайте пока мы запустим Vue 3. Итак, запускаем наш проект. Субтитры создавал DimaTorzok. Итак, следующие команды. Нам нужно перейти в папку, которая у нас так и называется, как Vue CLI. И после этого MPM run serve для того, чтобы запустить сервер нашего проекта. Итак, мы все запустили. Давайте посмотрим на итоговую страничку. Мы с вами проект подготовили. И теперь давайте переходим к следующему методу установки Vue. Здесь я таймер остановила. Это итоговое время установки в Vue CLI. Поэтому сейчас мы запускаем новый таймер. Для этого я сейчас снова запускаю терминал. И здесь нам необходимо скопировать. Давайте мы будем использовать Yarn. Я копирую начало. И здесь я напишу Vue. Устанавливаем. И далее у нас будет выбор того, какой шаблон мы будем с вами использовать. Либо ванила, либо Vue. Но чуть позже мы об этом еще поговорим. Но сейчас мы устанавливаем Vue. Поэтому выбираем именно его. После этого переходим в папку нашу. Yarn запускаем. И далее у нас будет YarnDiv. Дожидаемся загрузки. Так, и последнее это YarnDiv. Итак, мы с вами получили ссылку. Итак, мы видим два запущенных проекта. А также мы видим таймер. И он значительно отличается по скорости от Vue.Cli, которую мы использовали ранее. И в итоге мы видим, что Vue.Cli действительно делает сборку проекта быстрее. И мы это с вами вместе смогли сравнить наглядно. Когда я записывала видео с Vue.Cli, мне приходилось накладывать музыку. И вы сами видели, что когда я делала сборку при помощи Vue.Cli, мне этого делать даже не пришлось. Отлично, скорость мы с вами сравнили. Но давайте снова вернемся на этап сборки проекта. Для того, чтобы изучить полный список шаблонов для установки. Потому что мы с вами торопились и не все смогли изучить более детально. Поэтому давайте снова вернемся в документацию. Скопируем начало нашей команды. И напишем слово test. И теперь посмотрим на варианты шаблонов. И мы видим следующие шаблоны. Это vanilla. То есть использование JavaScript без каких-либо дополнительных библиотек. Далее мы можем запустить шаблон Vue, в котором заложены файлы JavaScript. Но если это вас не интересует, то есть шаблон с TypeScript. Абсолютно то же самое касается React. У него есть как вариант с JavaScript, так и TypeScript. И все остальные варианты. И в том числе есть Svelte. Давайте здесь в тестовом шаблоне я запущу вариант vanilla. Но давайте мы перейдем в эту папку для начала. Yarn запустим. И yarn div. И после перехода на эту страничку мы видим, что у нас отличаются иконки. У нас здесь используется иконка width. Здесь у нас шаблон для Vue. Но я предлагаю рассмотреть еще файловую структуру. Поэтому сейчас я запускаю редактор кода. После этого перенесу папку. И сейчас мы увидим все три проекта. Итак, Vue CLI, width и test. Давайте пока все это закроем. Там, где у нас папка test, это самый простой вариант. Здесь мы видим, что у нас отсутствуют папки, кроме not-modules, конечно же. Но в корне папки test у нас находится favicon.k, html, javascript, css, конечно же. И package.json. Но о нем мы поговорим чуть позже, потому что я бы хотела сравнить его именно со вторым вариантом. Это Vue CLI и width. Потому что если не вглядываться в эти проекты, то мы видим, что в целом структура похожа. Но отличие заключается в том, что здесь есть файл, который называется width.config. И также, если мы заглянем внутрь файла package.json, и давайте мы откроем этот файлик здесь. Мы видим, что у нас здесь используется Vue CLI serve, в то время как здесь у нас используется width. Безусловно, это не все отличия, но это первое, что я хотела вам показать с точки зрения файловой структуры. И раз уж я говорила о том, что есть у нас возможность загрузить TypeScript, то давайте мы с вами это сделаем. То есть я снова создам папку. Давайте напишем как Vue TypeScript. Выберем этот вариант шаблона здесь. Здесь переходим в эту папку Vue TypeScript, Yarn, и последнее это YarnDip. И теперь давайте сравним две эти папки Vue TypeScript и width. Там у нас хранился шаблон Vue. Давайте откроем. И первое, что бросается в глаза, это TypeScript, в то время как здесь у нас используется расширение JavaScript. Если мы перейдем в папку SRC, то здесь в первом варианте у нас используются файлы JavaScript, а здесь у нас используется TypeScript. Поэтому здесь это уже заранее продумано, и вам остается просто выбрать, какой вариант вы хотите использовать. Либо собрать шаблон при помощи JavaScript, либо TypeScript. В качестве итога для этого видео я бы хотела ответить на вопрос, почему стоит попробовать width. Во-первых, если вы уже работали ранее, например, с Vue CLI, то попробовать новый инструмент сборки стоит хотя бы из интереса. Во-вторых, если вы только учитесь и начали изучать Vue 3, то изучите параллельно Vue CLI и width. Попробуйте сделать небольшие проекты, используя разные инструменты сборки. Это полезно с точки зрения того, что только на практике можно ощутить разницу между ними. Но Vue CLI наверняка вам также понадобится, потому что если говорить о существующих проектах на рынке, то пока преобладают проекты, написанные на Vue 2. А это значит, что width они точно не используют. Потому что о width начали говорить только в момент появления Vue 3, поэтому учитывайте этот нюанс. И третий момент, который, как мне видится, почему стоит попробовать width, заключается в том, что этот инструмент сборки не только для JavaScript-фреймворков, но и для создания проектов, написанных на JavaScript без использования каких-либо дополнительных библиотек. Я надеюсь, что тебе понравилось это видео, и если это действительно так, обязательно поставь лайк, подпишись на этот канал и другие мои соцсети. На этом у меня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok